Друзья, удалили вену. Обратите внимание, у пациентки, которой мы выкладывали видео, одна идет вот эта тонкая вперед, потому что у нее, поэтому с наружной стороны у нее не такая фотософия. И вот крупная на стопу. Вот видите, какая она большая. Сейчас она спалась, она была вот такая, как палец, как давление ушло, она спалась. И вот такая вена. Это малая подкожная вена. Вот у меня ассистент работает в госклинике, и он тоже говорит, что эту вену никто не любит. На 100 больших операций выходит одна. И бывают разные формы варикоза, статистику достоверно никто не ведет, потому что иногда бывает малая подкожная не впадает в подколенную, как сейчас. Она впадает в глубокую вену подколенную, но прежде чем туда впадать, туда входит в мышечные вены. Чем это чревато? Если задеть этот тромбоз на всю жизнь, мышечная вена, это нога будет отутловатая, синяя и так далее. Это очень опасно. Вот. Иногда я один раз, по-моему, два раза, кстати, из Самара была девушка, звали ее Марина. Я не удалил вену, потому что нерв прям прилегал к вене. Если я ее дернул бы, то, к сожалению, на всю жизнь была бы конская стопа. Это очень опасно. Это вот такая форма варикоза была рядом с нервом. И я ее склерозировал, то есть десектировал и сверху и снизу отрезал, отключил от кровотока и вел препарат, чтобы она прижалась. Иногда она не прижимается, потому что люди, пациенты, не носят компрессионный трикотаж, как одна моя замечательная пациентка родом из грудки. Вот. Она говорит, я не хочу носить, ей больно носить компрессионный трикотаж. Вот такая пациентка. Одна, великая моя пациентка. Вот. Но чтобы меня задобрить, она мне вино хорошее принесла, я задобрился. Вот. Все, друзья. Вот такие формы варикоза. Иногда эта вена, бывает, что наверху полностью отсутствует. То есть вообще не впадает под коленную вену. То есть имеет другой ход. И такие формы варикоза настолько индивидуальны, часто спрашивают. А как? Вот присылают мне фотографии, проконсультируйте, пожалуйста, по фотографии, сколько будет стоить операция. Невозможно. На вид, казалось бы, одна и та же нога. Да, вот взять даже мою пациентку. Я ей три месяца назад делал вторую операцию. Довольны вы? Ну, вас не слышно. Довольно, довольно. Вот. Пришла теперь на вторую. Столько лет ждала, вот одну сделала, сейчас прибежала на вторую сразу. Через три месяца. Сразу делать две ноги нельзя. Нужно сначала дождаться, когда все заживет на одной ноге, потом делать вторую. Что дальше? По поводу этой ноги, вот, и у нее на разных ногах разные формы варикоза. Поэтому обязательно сначала делаем УЗИ. Смотрим. И всегда, друзья, это важный индивидуальный подход. Мы не работаем по авторским какими-то методикам. Нужно я делаю так. Не нужно я не делаю так. Поэтому это очень-очень важно. Тромба у пациентки, самое главное, нет. Но очень часто при разных формах варикоза возникает параллельный тромбоз. Как вчера. Я не буду говорить сейчас в клинику, на видео я потом скажу. Мне звонит моя, ну, она руководитель другой клиники, очень большой человек. Он говорит, Сантер, я тебе доверяю, посмотри пациентку. Вот у нее там-то, там-то поставили диагноз воспаление мягкой ткани. Я говорю, может быть воспаление мягкой ткани, если нет варикоза, да? И в хлебе-то, ну, тромбоза. Так что такое крайне редко бывает. Липодермотосклероз, когда по внутренней поверхности ноги уже еще затемнение бывает. Вот выше лодыжки. Это часто бывает такое. Объяснить, говорят, со статикой, если от нога неправильно ложится, надкошница воспаляется, передается мягкой ткани. Но, я говорю, наверное, все нормально, у пациентки такое бывает. Он говорит, да, странно, я никогда не слышал. Но все равно посмотри, пусть она тебе придет. Она стояла, я ее посмотрел. Вчера нахожу и флибит, и тромбоза, 20 сантиметров. Как упустили в этой клинике, при том, что я к этой клинике очень хорошо отношусь. Наверное, это все-таки человеческий фактор. Потому что смотрели на экспертном аппарате у них. Ну, не увидеть невозможно было. Я когда давлю датчиком, вена не сжимается наружная. А внутренние сжимаются. Ну, быть такое не может же. Вот. Поэтому такие моменты бывают. Токсин на глубокое есть, параллельно. Вот. И все. Поэтому я всегда пересматриваю на УЗИ, друзья. Потому что УЗИ это скрининговый метод. И разные картинки можно получить. Так как я оперирую сам, я сначала делаю УЗИ, только потом оперирую. Вовремя обращайтесь. Всего доброго.